Всем привет! Начнем сегодня влог с Микки. Микки у нас болит. Она очень старается выздороветь. У нее сейчас проблема с зубками. Но даже больше не с зубками, а с корнями. Зубов очень длинные корни. Из-за этого, когда зубки отрастают, то корни сильно давят и она перестает кушать. Сейчас покажу, что пришло у нас сегодня ей. Пришел вот такой корм. Это специальный докорм для животных, морских свинок. Ну, других тоже нет состав. Какая сюда мука входит. В общем, смешиваешь ее с обычным кормом. Водички добавляешь и кормишь из шприца. В общем, такая у нее еда. Но если она не может кушать, то полностью на докорме. А если может после операции, то уже просто дополнительно, чтобы набирала вес. Меня сегодня попросили рассказать немножко историю Мики. Но эта история, наверное, началась еще год назад, летом. У нее начались такие кровотечения. Но врачи нам говорили, что просто ромашкой лечите. Вливала ей ромашку и оскорутин таблеточки. И у нее все проходило. Потом снова начинались. Опять оскорутин помогал. Но через полгода у нас начались проблемы со второй свинькой Лулу. Ей поставили эпилепсию. Тоже там было очень тяжелое лечение в течение месяца. Уход, постоянные лекарства. У нее были приступы. Это все очень-очень сказалось на здоровье. И на моем, и на Микином. Когда Лулу не стало, то Мики, видимо, перенесла тяжелый стресс. И ей было очень плохо. Она бегала, плакала, искала свою подругу. Мы обратились ко врачу. У нас нет в городе ротологов, но специальный врач по морским свинкам. И обратились к нашему ветеринару, но уже другому. Она хирург. Она оказала нам помощь. Сразу же сделала рентген и обнаружилась у нее миома матки. На следующий день все вырезали и назначили уколы. В течение недели мы ездили каждый день на уколы. Она такая маленькая. Такая маленькая у нее ножка. И в эту ножку надо было сделать укол. Это писк, виск. Или огромный шрам на животике, который нужно было каждый день обрабатывать. Это было, конечно, очень нелегко. Но мы все преодолели. Потом у нее, видимо, на фоне стресса и лечения вот этого пошел. Проблемы с шерстью. У нее стали такие залысины большие. И оказалось, что нужно ее брить в этих местах. Либо полностью потом брить, чтобы находить вот эти залысины и лечить грибок. Мы лечили. Это тоже было нелегко. Наверное, в течение двух недель нужно было каждый день мазать кремом. И чтобы она не слизывала, это надо было держать ее по часу на ручках. Ну, в общем, это мы тоже пережили. Затем, видимо, после антибиотиков у нее началась проблема с желудочно-кишечным трактом. То слабила ее, то крепила. И это в течение полугода. Было очень-очень нелегко. Потом, вот два месяца назад уже сильнейший был приступ. Что она уже лежала. И мы уже обратились, ну, искали ротологов где-то онлайн. Она нам помогла. Остановила, конечно, восстановила стул нам. И, видимо, на фоне этого, то, что вот неделю или две, вот, она то ела, то не ела. Мне приходилось ее докармливать тоже из шприца. Вот. И у нее стали, видимо, отрастать зубы. Она совсем перестала есть. Мы уже стали искать срочно ротолога. И ротолог, оказалось, приезжает к нам в Переславль. Ну, редко, но приезжает. Но оказался очень плохой ротолог, который нам не спилил зубы, а на живую несколько зубов отстриг. Это просто был какой-то кошмар. Даже, ну, как бы, не наркоз, ничего. Просто на живую. Ну, конечно, зубы у них не болят. Это огромный стресс был для Мики. Но есть она не стала. Наоборот, еще хуже стало. И мы уже стали искать нормального ротолога в другом городе. Мы приехали в Ярославль, записались через три дня. И там безумно хорошие врачи. Вот просто. Они нам оказали такую помощь. Они подпилили зубы. И сказали, что хорошо, что он отстриг, хотя зубы, но не дали трещины. Обычно дается трещина в зуб. И уже тогда, ну, не спасти животное, потому что там загноение происходит. Но у нас, к счастью, такого не произошло. И они нам подпилили, но сказали, что это теперь нужно делать каждый месяц. Это было, конечно, ударом, потому что очень много денег уходило. И на операцию от миомы более 30 тысяч у нас ушло. Вместе с кормлением, лечением. Потом постоянный до корм, который я показывала вам, он стоит около 900 рублей 100 грамм. Но его хватает, конечно, на... Я его смешиваю с другим кормом, и его достаточно хватает надолго. Но все равно это достаточно все дорого выходит. И каждый месяц у нас примерно 7-8 тысяч на меке. Чтобы и подпилить зубы, съездить в другу корм. И понимание того, что это вот нужно через месяц снова, конечно, нелегко. Но главное, что свинка живет. И после того, как их подпилят ей зубы, то она может сама кушать и сено, и свой корм. Поэтому... Да, корм только для того, чтобы она набирала вес. Вот такая наша история. Попросили рассказать, рассказала. Ну и, конечно, всем большой привет от Мики. Посмотрела классные сейчас скидочки. Магнит-косметик на помады Стеллари. 139 рублей. Но, кажется, только сегодня заканчивается эта акция. Может быть, однодневная акция, не знаю. Но сейчас посмотрим. Попутешествуем вместе. По красивым помадам. Девушку сказала 375. А на сайте ее доделали не знаю. Они по 139 сегодня написано. Скидочка последний день. Может быть, она действует у вас. Магнит-косметик. Здесь ее нет в этой скидке. Какое-то несоответствие. В общем, девушка-консультант пошла проверять. Почему такое несоответствие? Может быть, что-то исправится. Пока поделаем сводчи. Не, неплохо было бы 139. А не 375. Ладно, ладно. Очень приятно наносится. Такой нежный. Текстура нежная. А, 3. Сегодня нет музыки. Хорошее время, да? И людей нет. И музыки нет. В магазине. Угу. Такой нежный. 4. 0,5. 0,6. 0,6. Такие похожие оттенки. Чуть-чуть совсем. В красноту, вружинку. Передает камеру или все одинаково? 0,7. Может быть, посимпетичнее. 0,7. Кожа. Бежево-коричневый. 0,8. Кожа. 0,9. Череп. Я не знаю. Какой-то сиреневый. Морочная лата. Хотела сказать 0,10. Ну что, открылся? У меня нет ее. Нету? Угу. Угу. Лучшие летят. А ну какие скидки сейчас? А вот это 130 лет. Какие? Да. Это белорусские летки. Ого, сейчас кто-то перейдет. В общем, сейчас 139, белорусский, в лес. Сейчас нам посмотрим тогда. Угу. И все, как раз 10. Это была Стеллари. Переходим в Белоруссию. Здравствуйте. Дорогие какие-нибудь. Есть? Аنا. Серега. Ого. Периодически. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Чего-чего-то. Так тоже красиво. И седьмой. Седьмой поищем. Седьмой мне понравился. Поближе покажи седьмой. Что седьмой? Угу. Шестой тоже красивый. Шестой. 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 Нежнятина. Шестой. 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 Такой. Лакированный. Томчик красивый. Губки будут далеко. Видно. Четвертый. 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 Четвертый, как любит моя света. Четвертый. Леск хотел показать. Давай, давай. Ладно, наверное, вот сюда. Здесь показывать. Да? Четвертый. Руку. Сосредоточилась. Да, ты руку поверти. Четвертый. 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 Ты там будешь? Третий. Здесь хороший суд. Вооо. Вот это вообще. Можно было лицать. Сейчас зарисуй всю руку. Будет вообще очень красивый блеск. Под ногти такие сделать. И сиреневые, и голубые, и розовые. Видно? Я не знаю, на видео видно или нет. Но глазами, конечно, я ярче вижу. Ого. Ну, оно очень горит. Второй. Ой, второй с сиреневыми глазками. А, ну, второй как раз скидка хочет. Второй. Десятый. Показывается, мол, глаза разбегаются. Здесь только все красиво. Рядом. Бальзам. Основа для лестниц. Механический карандаш. Здесь без тестеров. Мама мне связала новый рюкзак. Он такой зеленого цвета. Класс. Класс. Как тебе? Подойдет, да? Идеально. Скоро покажу вам новую сумочку. Мама у нас рукодельница сделала. Связала крючком. Очень красивый. Очень красивый рюкзак. Да. 149. Выберем. Смотрите. Пушистик. Грелок. Монокольдер. Я больше радуюсь, чем помадам. Так, скидочки. О, 28 сентября. Даже на желтые скидки. Будет скидка 20%. Привет. Ну, как ты так поживаешь? Как ты так поживаешь? Хорош. Как тебя зовут, Рыжик? Сидит. Сидит. Сидит тяжко. Сидит тяжко. Хочешь, как почувствовать. Всем привет от Рыжего Кота. Кота. Субтитры сделал DimaTorzok